Следующий набор употреблений инфинитива – это так называемый восполняющий инфинитив. В русской грамматике обычно конструкции с восполняющим инфинитивом называют конструкции составным глагольным сказуемым. То есть есть какой-то глагол, который требует после себя инфинитива – начинать, заканчивать, мочь и так далее. Все вот эти глаголы требуют, чтобы после них был инфинитив. И вот этот глагол плюс инфинитив составляет такое составное сказуемо. Ну и давайте мы несколько примеров таких употреблений, типичных и для русского языка, но мы с вами их посмотрим в греческом языке. Например, Матфея 6.24. Это из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Служить в качестве раба. Дулео – глагол и окончание – эйн. Никто не может, у Дэс Дуна Тай, двум господам служить. Видите, может служить. По-русски и по-гречески конструкция выглядит совершенно похожим образом. И с глаголом Дуна Майве очень-очень много раз встретите инфинитивы. Следующий пример посмотрим из первого послания Тимофею, вторая глава, двенадцатый стих. Апостол Павел говорит «Дидаскейн де гунайке ук эпитрепу». Дидаскейн, инфинитив от дидаску, видите, окончание – эйн. Учить же женщине не позволяем. Глагол «позволять» требует при себе какого-то инфинитива. «Позволять». Что? Учить. Учить не позволяю женщине. Еще, например, первое послание Коринфинам. Ну, просто я разные-разные примеры беру, чтобы вы увидели, как с разными глаголами это все работает. Первое послание Коринфинам, 8.2. Эйтис докей, эгно кенай ти, упо эгно катос де гнонай. Ну, вообще, очень интересное предложение. Если кто-нибудь полагает, окей, эгно кенай – это перфектный инфинитив от глагола геноска. Корень гно – э. Так как корень начинается с группы согласных, то удвоение быть не может, и вместо удвоения добавляется э в перфекте. Ну, и, конечно, в инфинитиве тоже удвоение в инфинитиве сохраняются. А ке – суффикс най – типичное инфинитивное окончание. Поэтому мы понимаем – это инфинитив перфектный. Если кто-то полагает, полагает, что он знает что-то, полагать, глагол такой мысленной деятельности, также глаголы и речи требуют после себя инфинитива, посленной речи. Или могут принимать инфинитив, посленной речи. Поэтому нам приходится вот как-то это преобразовать. Если кто-то полагает, что он знает что-то, он еще не узнал. Эгно – это обычный аорис от глагола геноска. Напомню, что это так называемый коренной аорис, поэтому в третьем лице единственном числе мы видим просто корень гно и приращение. Итак, он еще не узнал. Катос как? Дей. Должна. Гнонай. Гнонай – это аорисный инфинитив от геноска. Корень гно и окончание най. Я говорил, что у некоторых аористов в действительном залоге есть окончание най. И вот как раз гнонай – один из типичных примеров. Тот еще не знает, как должен узнать. Итак, если кто-нибудь полагает, что он, и вот здесь перфект, что значит перфект? Действие завершено, есть результат. Он узнал и знает нечто, а он еще не узнал, как должен знать. Еще пример, давайте, деяния 21.37. Там, когда Павел говорит с командиром арестовавших его. Фрагмент прочитаем. Эй, экзистин мой, эй, пейн, ти, просе. За слово Павла, которое он к начальнику обращает. Экзистин. Эй, в данном случае это не если, а ли, ну, в вопросе. Позволительно ли мне, эй, пейн, сказать тебе, нечто, сказать нечто тебе? Вот глагол экзистин, позволительно, там, можно и так далее, тоже требует при себе инфинитива. Позволительно что? Что-то сделать. Позволительно ли мне сказать нечто тебе? Вопрос. Следующий пример в Матфея 4.17. Просто мы опять-таки смотрим разные-разные возможные глаголы. Апутэ, тотэ, эрксатуху, Иисус, кэвюсэн, кэйн, лэгиэн, метануэйтэ. От того, с этого времени, от того, от тогда, то есть с этого времени, эрксатуху. Эрксатуху, это аорист от глагола ахоамай. Видите, альф удлинилась в эту, хэрсэдалекси, поэтому ахоамай превратилась в эрксатуху. С того времени начал Иисус, кэрусэн, проповедовать. Видите, окончание от кэрусэа. Кай, лэгиэн, говорить. Это оно, это кайтесь. Начал, и глагол начинать требует после себя инфинитива. Начал что? Начал проповедовать и говорить. И давайте еще Лука 9.31. Это когда Моисей и Илья на горе преображения являются Иисусом. И вот часть этого события. Которые, явившись во славе, говорили об исходе его, который, этот глагол MLN, умело, атомная вариация, и в данном случае, наверное, предстоит плэрун. Видите, это инфинитив от глагола плэроу. Так же, как с альфрослитными глаголами типа Агапан, у нас возникает сложность распознавания инфинитива, так и с омикронслитными глаголами, у нас возникает некая сложность распознавания инфинитива. Надо запомнить, что окончание УН – это окончание инфинитива омикронслитных глаголов. Итак, говорили об исходе его, который предстояло совершить в Иерусалиме. Видите, это глагол MLN – предстоять, да? А кто же требует при себе инфинитива? Так что смотрите, такие глаголы, как мочь, могу служить, глагол позволять, позволяю учить, глагол должно, должно знать, глагол позволительно сказать, глагол начинать, начинать проповедовать. И вот здесь глагол предстоять, там предстояло исполнить, они, видите, требуют после себя инфинитива. Ну и еще давайте один пример, мы его сегодня уже рассматривали, но там тоже такая же конструкция, осложненная подлежащему всем остальным, это филиппийцам 1.12 «Геноскин де хумас булумай адефой». «Я хочу булумай, чтобы вы знали, братья». Здесь нам еще пришлось предложение трансформировать, но вообще булумай в греческом языке тоже требует после себя инфинитива. В русском, кстати, не обязательно, я хочу пить, я хочу, а вот такой вот, ну, я хочу знать, да, когда про самого себя идет речь. Это звучит нормально, а вот я хочу, чтобы другой кто-то что-то сделал, это нетипично, и поэтому вот мы не можем перевести просто инфинитив инфинитивом, нам приходится трансформировать, чтобы подлежащий выразить и все остальное. И хочу, чтобы вы знали, братья. Так что хотеть, мочь, быть должным, необходимым, начинать, ну, завершать и так далее, мы не все, конечно, возможные варианты посмотрели. Все эти конструкции требуют по себе восполняющий инфинитив. Большинство из них легко переводится на русский язык, но бывают исключения, особенно там, где появляется какое-то подлежащее.